Дорожное движение Остановиться и помочь ей скрывается с места ДТП прямо по тротуару. Такое поведение возмущает проезжающих мимо автовладельцев. Двое бросаются в погоню за нарушителем, который, к слову, игнорирует даже красный сигнал светофора. Водителя задержали уже через несколько сотен метров. Кстати, по словам автоинспекторов, очень часто виновников ДТП находят именно с помощью свидетелей. Ну, во-первых, надо запомнить номер, не растеряться, чтобы потом найти этого человека. Каждый человек должен отвечать за свои поступки. Если ты совершил, ты достанься и ответи. Прям ни у какого уважения к нему. Трус. Самое страшное, что водители, покидая место аварии, очень часто оставляют пострадавших без помощи и фактически лишают их шансов выжить. Вот еще один пример. Рейндж-ровер выехал через сплошную на встречную полосу и спровоцировал аварию с участием двух других автомобилей. Водитель Тойоты погиб, а внедорожник уехал даже не притормаживая. Причем, по словам дорожных полицейских, такие люди очень часто ездят без прав и даже не могут внятно объяснить, зачем сели за руль. Просто ехал, испугался того, что нету прав и машина не моя. Как бы ничего не было такого, что там конфликт какой-то, не ругался я ни с кем. А почему сели за руль, не имея прав? Не знаю, объяснений нет. За последние полгода только в Красноярске за оставление места ДТП наказали почти 600 водителей. 500 из них арестовали на 15 суток. Еще сотню лишили водительских прав. Автоинспекторы говорят, сейчас таких нарушителей найти гораздо проще, ведь у многих участников дорожного движения есть регистраторы, а на улицах установлены камеры наблюдения. Главное, чтобы свидетели и пострадавшие не растерялись и все сделали правильно. Необходимо попытаться найти свидетелей очевидцев данного ДТП, попытаться записать номер транспортного средства, марку модель, которая скрылась с места ДТП. Если имеется видеорегистратор, то приостановить запись, потому что у большинства регистраторов существует функция перезаписи длинных отрезков. Ну а также попытаться осмотреть, может где-то недалеко от места ДТП имеются камеры видеонаблюдения. Предусмотрено, что заставление места ДТП. Предусмотрено у нас лишение права управления транспортным средством от года до полутора, либо административный арест до 15 суток. Отмечу, что за оставление места ДТП водители могут лишить прав на срок от года до полутора лет или арестовать на 15 суток. И важно помнить, что наказание неотвратимо. Александр Ловицкий, Алина Штоколова и Александр Ермошенко. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok